Тема двойное возражение. Исковое заявление. Раздолбон. По моим стандартам, вот как мне представляется, надо подать обязательность. Итак, добираемся до кормей. В виде, например, двойного возражения. Во-первых, для начала нанести самый яркий удар, чтобы искры пошли из глаз. Это первый параграф пошел. Использование оскорбительных понятий. Должник, долг в скобках задолженности. Нарушение пункта 1. Поставление Пленного Верховного Суда номер 62. Поясняю, что если используется слово взыскание долго, то это по закону по 122 и 124 это только приказное производство. Согласно разъяснениям, добрались до пункта 1. Пункта 1. Поставление Пленного Верховного Суда номер 62. Требования обзыскания денежной задолженности в сфере ЖКХ по закону могут быть предъявлены исключительно. Слышите? Третий абзац. Третий исключительно. Порядки приказного производства. В скобочках поясняется глава 11 ГПК и 29.1 АПК Российской Федерации. В связи с чем? Подача искового заявления. В скобках заявления. Это заявление, когда без слова исковое, это означает для нас это заявление о выдаче судебных приказов. Содержащие требования, подлежащие рассмотрению порядка приказного производства, влечет за собой возвращение искового заявления. Пункт 1.1 части 1 ст. 135 ГПК или пункт 2.1 части 1 ст. 129 ГПК. Вот мы объяснили. По закону надо было вернуть. Второй пункт. Нарушение пункта 3. Поставление Пленного Верховного Суда номер 62. А здесь создается еще одна тема музыкальная. Если каждый параграф называете нарушением пункта, то общее впечатление такое. Ребята, а вообще вы смотрели это постановление? Оно же специально для вас. Это постановление 62 вообще оправдывает, для чего вообще введены судебные приказы. Это же для вас инструкция. Простые вещи мы вам разъясняем. Итак, нарушение пункта 3. Взыскание задолженности по услугам ЖКХ возможно только в случае признания должником факта возникновения задолженности. Если мы признали, значит возникла задолженность. Если мы не признали, задолженность не возникла. Что подтверждается пунктом 3. Постановление Пленного Верховного Суда номер 62. Там написано, внимание, требования, рассматриваемые в порядке приказного производства, должны быть бесспорными. Бесспорными являются требования, подтвержденные письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, а также признаваемые с должником. Таким образом, спор характеризуется отсутствием правовых оснований для обращения в суд. Вместе с тем, заявление было подано и даже принято к рассмотрению, что повлекло за собой негативные последствия в виде распространения информации, направленной на умаление чести и достоинства посягательства на доброе имя заявителей, которым фактически присвоен уничижительный статус должников. Продолжение следует... Продолжение следует...